Прилив. Самый первый симптом начала менопаузы. Возникает чувство мгновенного повышения температуры тела, горят щеки и уши, учащается сердцебиение и краснеет кожа. Такой процесс сопровождается обильным потоотделением. Менопауза. Это период гормональных внешних изменений, когда организм теряет огромное количество эстрогена и прогестерона. Недостаток этих гормонов сказывается на синтезе аминокислот. Как результат нарушается выработка коллагена, кожа становится более сухой, теряется упругость, появляются глубокие морщины. В процессе активного изменения гормонального фона организм теряет огромное количество кальция и на фоне этого появляются боли в суставах и позвонках. Кости становятся более хрупкими, начинают развиваться такие заболевания, как остеопороз и остеохондроз. Нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Эстроген является ответственным за эластичность и прочность стенок кровеносных сосудов. В связи с нехваткой этого гормона возникают первые проблемы с сердцем. У женщин появляется одышка, может возникнуть аритмия, но самым верным признаком менопаузы становится внезапно образовавшаяся гипертензия. В период климакса часто можно наблюдать различные психовегетативные нарушения. Появляется бессонница, нарушается цикл сна, часто меняется настроение. Для климакса характерны значительные изменения метаболических процессов. Гормональные сбои сильно влияют на эндокринную систему. Очень часто в период менопаузы возникают проблемы с пищеварительным трактом. Врачи называют это явление как синдром раздраженного кишечника. Возникают частые вздутия, диареи и даже метеоризм. Менопаузный период каждой женщины длится по-разному. Некоторые переживают все это за полгода, а у некоторых может затянуться до 5 лет. Характерным на данном жизненном этапе станет изменение менструации. Как правило, они начинают протекать безболезненно, с заметным уменьшением, а то и полным отсутствием выделений. Из-за климакса также страдает интимная сфера жизни. Желание близости с мужчиной напрочь пропадает. Для большинства женщин интим в этот период становится очень болезненным. И изменение мочевой системы. В связи с активными приливами некоторые рефлекторы притупляются. И женщина не в состоянии контролировать элементарные процессы. Таким образом, тазовая мышца расслабляется, теряется контроль над мочеиспускательным клапаном. И начинаются проблемы с мочеиспусканием.